Дворянская усадьба, дом главного оружейника страны Василия Дегтярева, находки краеведов и археологов. Что предлагает туристам Ковровский район? И какие примочки придумывают музейщики в качестве бонуса к обычным экскурсиям? Моя коллега Наталья Паенцева ответит на эти вопросы и расскажет, как ее учили играть в бирюльки или пить глиняные игрушки. В усадьбе Танеевых музыка звучит всегда. Старый пианино – современник бывших владельцев дома, которому, кстати, больше 250 лет. Редкий случай, когда деревянная усадьба сохранилась в таком хорошем состоянии. Танеевский дом в селе Маринино Ковровского района никогда не пустовал. После революции в нем была школа, потом клуб и библиотека. А музей появился всего-то шесть лет назад. Вместе с господским домом привели в порядок и парк, вычистили пруды, поставили беседки и скамейки. Кроме стандартных экскурсий в Марининской усадьбе можно поиграть в аристократические забавы, крикеты, серсо и народные Малечина-Калечина и бирюльки. В бедных крестьянских семьях проводили долгие зимние вечера за этой игрой. Какие правила? Играют, участвуют два человека. У нас есть такие крючочки, и нужно разобрать вот эту горку по одной маленькой детальке. А что будет, если я задену? Если вы задеваете, ходе переходит к сопернику. В конце игры мы просто посчитаем, сколько маленьких деталей у каждого, и, конечно, у кого будет больше, тот и выявится. Турист нынче пошел такой, что слушать рассказ экскурсовода не хочет, подавая ему интерактив. Игры, мастер-классы, танцы, песни, представления. Музейщики в экстренном порядке переквалифицируются в массовиков-затейников. Ну, может, это и правильно, потому что люди же едут не только что-то узнать, посмотреть, но и отдохнуть. А когда вот предлагают какой-то интерактив или мастер-класс, это, в принципе-то, ну и отдыхаешь, и душой. Тур одного дня – подходящий для Танеевской усадьбы вариант. В нее можно заехать по пути в Вязники, Горховец или Нижний Новгород. Если свернуть с М7, крюк получается небольшой – 10 минут. В сам ковров экскурсионные автобусы приходится теми же мастер-классами заманивать. Город стоит вдали от туристических маршрутов, но уникальный для Владимирской области народный промысел ковровская глиняная игрушка успела стать брендом. Она у нас очень яркая, она у нас веселая игрушечка. Цвета очень насыщенные, яркие, немножечко даже похожи, как шульские ситцы, вот такие вот есть перелеты. Очень-очень тонкая роспись, тончайшая, то есть очень красивая игрушечка. И разнообразная тематика у нас, чего только нет, разные композиции. Конечно же, свистки. Скоро в Коврове появится еще один музей. Фабрика глиняной игрушки выиграла конкурс. Область обещала дать денег. Народные промыслы очень любят иностранцы. Так почему же не дать Коврову шанс? Туризм – это такой вид экономической деятельности, который как бы тянет за собой и другие, и другие виды экономики. Это и торговля, это и сфера обслуживания, это и транспортное обслуживание. Одним словом, производство сувенирной промышленности, одним словом, все от этого выиграют. И налоговое обслуживание в бюджет увеличится. Сейчас Владимирские турфирмы возят в город оружейников только школьников. Программа соответствующая – дом-музей Василия Дегтярева и Ковровская технологическая академия с ее коллекцией оружия. Но потенциал у Коврова и района гораздо больше, уверены эксперты. Энтузиасты, краеведы уже придумали план развития туристического комплекса в Заклязьминском городке, бывшем Стародубе, который построил еще Юрий Долгорукий. И начать надо со старой крепостной стены. Деревянной крепостной стены с башнями – собственный элемент, что из себя представлял Стародуб в 13-14 столетии. Сохранилась церковь, действующая церковь в Покровской, в Клязьминском городке, тоже недалеко от бывшего городища Стародуб. Очень красивый вид на Клязьму открывается с платформы, где стоял древний город. Ну и, собственно, создание там музея, археологического, исторического музея, музея наподобие, я не скажу, что буквально будет копировать музей деревянного зодчества в Суздале. У нас свой, так скажем, проект этого музея. Впрочем, в Ковровском районе можно развивать не только исторический туризм, но и спортивный. В Мелехово уже несколько лет работает горнолыжный комплекс. Теперь дело за туроператорами, чтобы они подтягивали туда туристов.